Привет! Сегодня у меня для тебя две новости. Первая – это победа Сергея Ковалева над Айзеком Челембой. Все ждали этого боя. Многие диванные эксперты говорили, конечно, что Челемба слабый для Ковалева. Но сам Ковалев всегда говорил, что Челемба – это не мальчик для битья. И он настраивается на серьезный поединок. И так оно, в принципе, и получилось. Ковалев с первых минут начал прессинговать соперника с самого начала поединка. И в целом действовал более активно. Челемба работал вторым номером. Особенно удачно у Маловица получалось действовать джебом. И в конце седьмого раунда Сергей отправил соперника в нокдаун. Но Айзек сумел подняться и продержаться до конца раунда. Последующие раунды проходили при заметном преимуществе Ковалева. Тем не менее, Айзек продолжал оказывать сопротивление. И в конце заключительного раунда бойцы устроили размен ударами. Где также заметно лучше был Сергей. Ну и в общем, после окончания боя все судьи отдали победу Ковалеву. Со счетом 117-110, 116-111, 118-109. С чем мы поздравляем Серегу, который одержал очередную красивую, впечатляющую победу. И теперь ждем все с нетерпением его боя с Уордом. Это будет действительно серьезное событие в мире бокса. И вторая новость, это продажа UFC. Дана Уайт объявил о ее продаже. Как сам он говорил, уже давно все подозревали о продаже. Но отрицали эту продажу из-за того, как сказал сам Дана Уайт, что сделка могла сорваться 100 раз. Поэтому они еще с марта месяца опровергали любые слухи о продаже. Но теперь, как говорит сам Дана Уайт, нашей целью всегда было стремление вывести наш спорт на новый уровень. И Ари Эммануэль, это новый владелец, один из тех, кто примет у нас эту эстапету. То есть Уайт надеется на серьезное развитие UFC как организации из-за новых инвесторов. С чем мы, в принципе, его и поздравляем. Как бы для нас это будет только большой плюс, если организация обретет новое дыхание, подтянет к себе еще лучших бойцов. И мы все увидим красивые, достойные бои. Всем счастливо! Подписывайся на канал, ставь лайк. И до встречи в новых видеоуроках, обзорах и новостях.